Орден Красной Звезды, медаль за Берлин и за взятие Праги. Награды едва ли помещаются на слегка поношенном, тяжелом пиджаке. Это настоящая гордость ветерана Великой Отечественной войны Николая Бомко. И он ее демонстрирует только в такие памятные даты. На фронт его призвали совсем мальчишкой в 16 лет. Там он впервые взял в руки оружие. На войне всем страшно, конечно. Но долг, обязанность, служба, родина превыше всего. Темрюк стал последним освобожденным городом. Окупация длилась 400 дней. Захватчики устанавливали свои порядки и не собирались покидать Таманский полуостров. Это были трудные шаги к Великой Победе. За каждый дом и за каждую улицу умирали тысячи военных. Битва за Кавказ на Тамане завершилась 9 октября 1943 года. Советские войска дали отпор врагу и уничтожили легендарную голубую линию. Страницы той самой страшной военной истории. Будто вновь оживает на глазах. Здесь страшные, прохожие пушки, военные идут на атаку. Это самая зрелищная часть праздника. Здесь музей под открытым небом для зрителей жизни показывает, как освобождает вас. Это самая крупная реконструкция в крае. В ней приняло участие около 600 человек. Музей «Военная горка» будто вдвое стал больше. Зрителями стали более 20 тысяч человек. Нет ни одного города или станицы, где бы не пролилась кровь за родину. Каждый район края представил свою историю освобождения. В экспозициях редкие фотоснимки, карты и артефакты, которые рассказывают о поражениях и долгожданной победе. В импровизированных военных палатках и блиндажах словно ожила история. Вот они, советские солдаты с измученными лицами, но с победой в глазах наглядно показывают, как освобождалась Кубань. В числе зрителей губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пообщался с молодыми ребятами, которые участвуют в исторической реконструкции. Подобные мероприятия не просто красочное шоу, а ответ всем тем, кто пытается переписать историю и забыть о подвиге советского народа. Слишком дорого заполучено нашими, вашими, дедами, прадедами за вашу возможность. Слишком большая цена. Поэтому живите просто достойно их памяти. Они отдали свою жизнь, не задумываясь за родину. За свою землю отдали. Потому что, когда настал момент выбора, они не захотели жить на чужой земле. Поэтому предпочли смерть, но на своей земле. Насколько мощнейший был патриотизм в нашем народе. Мощнейший патриотизм. Наверное, таким и должен быть по-настоящему народ. О том, как районы Кубани сражались за победу, можно было узнать и по пути в Темрюк. Даже на трассе из Краснодара развернулись военные штабы, сооруженные окопы и госпитали. Везде есть свои герои Великой Отечественной войны, о которых сегодня рассказывали на тематических площадках. Они стали частью музея под открытым небом и растянулись почти на километр. Например, экспозиция Анапа основана на реальных исторических событиях. Реконструкторы буквально погружают своими историями в прошлое. Особое место занимает рассказы про реальных героев тех лет. Ввиду того, что Анапа была оккупирована немецко-фашистскими войсками, у нас было партизанское движение, представлено апартизанское движение. И инсталляция высадки капитана Дмитрия Калинина в Варваровской щели, где он погиб, взорвался гранатой, сделана вторая инсталляция. Единственный город-герой на Кубани, Новороссийск, представил композицию, посвященную героизму солдат на малой земле. Вот в миниатюре знаменитый плацдарм, который находится в районе Мысхака. Наши бойцы героически обороняли этот клочок земли в течение 225 дней. Эта экспозиция показывает, насколько подходили с большим сердцем, с душой в борьбе за Родину. В те годы наши бойцы, которые не жалея своей жизни, а ценой своей жизни они даровали нам сегодняшнюю жизнь нашу. В небе парят русские витязи на суше, торжественно марширует Краснодарский военный гарнизон. Нынешнее поколение еще надолго запомнит день, когда Кубань освободили от купантов. Аура вот здесь, которая вот мы ходим, здесь смотрим, это вообще непередаваемое чувство гордости за то место, где ты родился, где ты живешь, это частичка нашей Родины. У меня свежа память по всем моментам Великой Отечественной, поэтому, по-моему, это нормальная норма любого человека. Я писал на праздник, я знаю, что у нас именцы победили. И я вот пришел вспомнить отца и его боевых товарищей по 56-й армии. На празднике можно было написать письмо ветерану, как в военные годы то самое фронтовое, сложенное в треугольник. И его обязательно доставят тому, кто отстоял наше право на мир и свободу. Яна Бузычкина, Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров. Кубань-24, Тимрюкский район. Вы в курсе, что Кубань отмечает 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков? В начале 43-го советские войска перешли в наступление, выбивая врага с территории края. В небе над Кубанью немецкие асы впервые за всю войну уступили господство в воздухе советским летчикам. Здравствуйте, я Инга Габеша и на канале ФКТ «Время программы в курсе». В этой студии мы говорим на самые разные темы, затрагивающие интересы всех сочинцев. Итак, большое празднование этой даты состоялось в Тимрюкском районе, куда ездила и сочинская делегация. Но, как известно, одними праздничными «Ура!» программа не ограничивается. Мероприятием предшествовала огромная работа. А вот какая именно, нам расскажет начальник управления социальной политики администрации города Сочи Галина Пушкарь. Здравствуйте, Галина Александровна. Здравствуйте. Спасибо за приглашение. Всегда в вашей студии важные, нужные темы. Отвечаю на ваши вопросы с удовольствием. Спасибо большое за участие. Ну, будем честны и скажем, что для ветеранов эта дата, наверное, близко больше, чем кому-либо. Важна она для всех, но именно они со слезами на глазах. Ну и вот расскажите, какие именно мероприятия при участии наших ветеранов Великой Отечественной и Сочи приурочил к 75-летию освобождения от фашистской оккупации? Битва за Кавказ для нас это День Победы в Краснодарском крае. Мы гордимся, что сочинцы принимали участие в этих событиях, что они живы, и что все те мероприятия, которые мы посвятили этой знаменательной дате, в них приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, участники Битвы за Кавказ, награжденные медалями. Для нас это большая гордость. Безусловно, задача, которая была поставлена губернатором Краснодарского края Вениамином Ивановичем Кондратьевым и была представлена во всех муниципальных образованиях, это привлечь молодежь к мероприятиям, воспитать и показать вновь и вновь тот подвиг, который произошел в годы Великой Отечественной войны, события, которые были буквально рядом с нами, и прадеды, друзья прадедов, прабабушки принимали участие в тех военных событиях, будучи и солдатами, и медсестрами, и входя во все эти тяготы и трудности, которые были. Для нас было самым важным, чтобы то подрастающее поколение, которое сегодня есть, и которое, конечно, свободно от войны, и это хорошо, это правильно, чтобы помнила, чтила и понимала, что подвиг предков позволил нам сегодня делать свой мирный выбор и быть россиянами, жить на своей земле и совершать уже свои какие-то подвиги в труде, в приключениях и еще где-то. Мы провели цикл мероприятий в каждом районе, в каждом образовательном учреждении, посвященный событиям историческим, которые несла с собой битва за Кавказ. Это были какие-то популярные в молодежной среде флэш-мобы и такие содержательные, серьезные дискуссии исторического характера. В каждом мероприятии прошло торжественное возложение цветов с участием руководителей города. И мы открыли мемориальную доску в центральном районе в честь героя Советского Союза Павлова. Провели большой такой торжественный митинг, я бы сказала, на подвиги во имя жизни. Для Сочи это такое очень символичное место. В Сочи был городом-госпиталем. И здесь жители города, все, что у них было, они отдавали солдатам раненым. Это и свое внимание, и заботу, и все те материальные какие-то возможности, которые были нужны в то время. Здорово, очень все было интересно. Ну и эта важная дата у нас в Сочи совпала с декадой Дня пожилого человека. Мы знаем, что было очень много проектов и акций проведено в этот период. Расскажите о них и случаем не планируете ли транслировать свой опыт, к примеру, в города Краснодарского края. Мы, декаду пожилого человека, продолжаем социально важным и значимым проектом активного долголетия. Этот проект поддерживается и региональными властями, и начат и реализуются в определенных областях, краях нашей страны. Его главная цель — это окружить вниманием, заботой пожилое поколение и раскрыть тот потенциал, который есть. Люди, скажем так, серебряного, почтенного возраста, для них очень важно поделиться тем жизненным опытом, который скопился, передать свое общение и понимать, что ты нужен, что ты не одинок. Проект «Активное долголетие», и мы готовы в случае необходимости поделиться этим опытом и стать такой экспериментальной площадкой, принимать у нас делегации всех заинтересованных лиц. Он включает в себя и спортивную составляющую, померную для данного возраста. Например, у нас в Хостинском районе в Доме культуры «Элита» занимается клуб «Бодрость», который возглавляет Лиди, который уже за 80, не будем говорить сколько точно, и вокруг вот такие все замечательные молодые бабушки от 70 и старше, которые встречаются еженедельно и какую-то физическую нагрузку под те песни, которые им нравятся, выполняют. Проект также предполагает и творческую составляющую, когда традиционные хоры ветеранов, песни прошлых лет исполняются, танцы прошлых лет танцуются. Это все важно, это все нужно, и это правда помогает не просто быть в закрытом каком-то домашнем пространстве, не всегда складываются какие-то теплые отношения с близкими, родственниками, а иногда их просто нет в силу, потому что так сложилась жизнь. Но для нас важно, чтобы поколение пожилых людей в городе понимало, что оно нужно. Спортивная, культурная составляющая и, конечно, познавательная история, когда можно поделиться своим опытом, своими знаниями. Кто-то у нас является активным таким блогером, я бы сказала, в Фейсбуке, в Инстаграм. Да, наши пожилые люди активно используют современные возможности. Кто-то честно признается, что боится подойти к компьютеру, и включить, и вдруг я что-то сделаю не так. То есть мы планируем создавать такие интерактивные площадки, где пожилые люди могут учить друг друга, и, естественно, будем привлекать и экспертное сообщество города, и молодежь города для того, чтобы обмен опытом происходил не только со стороны пожилых людей, но и молодежь могла быть полезна для этого возраста. Мы можем сказать, что такие проекты и такое внимание к пожилым у нас уделяют во всем Краснодарском крае. Наверняка вы общаетесь с коллегами, или только Сочи флагман в этом деле. На мой взгляд, Краснодарский край – это территория вообще благожелательная к семьям, к многодетным семьям, к людям пожилого возраста. Наш край всегда славился своими социальными проектами, которые нужны, скажем так, маленькому человеку. Да, это и детский закон, который у нас одним из первых, мы были одним из первых регионов, где в силу вступил детский закон, и это была очень серьезная такая история по профилактике безнадзорности, беспризорности, выявлению проблемных каких-то семей. Что касается людей пожилого возраста, то мы с коллегами обмениваемся эмоциями, обмениваемся теми мероприятиями, которые проходят. И, конечно, Краснодарский край – это территория, где пожилые люди чувствуют себя, на мой взгляд, комфортно и уверенно. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев не раз акцентировал внимание на том, что наших ветеранов нужно постоянно окружать заботой. И в этом году Сочи, в частности, не ограничился одними лишь цветами и открытками. Руководство нашего региона приняло решение сохранить все выплаты участникам битвы за Кавказ и блокадникам Ленинграда. Расскажите, где и как эти выплаты можно получить. К 75-летию битвы за Кавказ и к 75-летию снятия блокады Ленинграда, которая будет буквально в январе 2019 года, был подготовлен нормативный правой акт, который регламентирует получение выплаты участникам битвы за Кавказ с имеющимся удостоверением, с медалью по данным военным событиям в размере 5000 рублей и гражданам, имеющим статус жителей блокадного ленинграда в размере 3000 рублей. Мы считаем, что материальная поддержка никогда не бывает лишней. Да, важно привлечь ветеранов к образовательным акциям, к торжественным мероприятиям. Но это возраст, когда уже есть проблемы со здоровьем, к сожалению. И люди, которые перенесли войну, люди, которые перенесли блокаду, они очень часто находятся в достаточно трудном физическом состоянии. Материальная поддержка здесь нужна и необходима. Но мы понимаем, что это может быть не только тема поддержки здоровья. Такая сумма, она предполагает, может быть, и даже какие-то подарки внукам, правнукам. То есть каждый по своему усмотрению сможет потратить эти средства. В последние несколько месяцев страну волнует один вопрос. Это пенсионная реформа. Власти стараются смягчить этот болезненный момент. И в Краснодарском крае принято решение не лишать льгот тех, кому до пенсии осталось всего ничего. Давайте посмотрим видеосюжет. Добавили деньги в бюджет. Депутаты законодательного собрания одобрили изменения в краевую казну, которую на рассмотрение парламента внес губернатор. Таким образом, расходы на социальную сферу из регионального бюджета увеличены на 11 миллиардов и к концу года составят 164 миллиарда рублей. Вениамин Кондратьев рассказал, что дополнительные средства пойдут на повышение зарплат бюджетникам, закупку лекарств, а также строительство школ и детских садов. Единогласно кубанские депутаты проголосовали и за сохранение краевых льгот для тех жителей региона, кто достиг 55 лет в случае с женщинами и 60 у мужчин. При достижении этого возраста они уже имеют право на льготы по транспортному налогу, на проезд в общественном транспорте, оплату за жилищно-коммунальное хозяйство. И я считаю это абсолютно правильно, потому что важен не сам закон как таковой, а важны его последствия. Насколько люди предпенсионного возраста не ощутят на себе определенное бремя дискомфорта от того, что пенсионная реформа начала работать. Была проведена очень большая качественная работа. То, что это необходимо создать подушку такую определенную, тот дискомфорт, который минимизировать его, а то, что это необходимо, это просто очевидно. Глава Белоглинского района привел страшные цифры, которые касаются Белоглинского района. На одного работающего приходится два неработающих человека. И эта ситуация не меняется, а усугубляется. В следующем году из бюджета края на поддержку различных категорий льготников, проживающих на Кубани, выделят 9 миллиардов рублей. Однако, несмотря на единодушие в принятии решений депутатами, во время сессии возникла дискуссия по вопросу расходования бюджетных денег. В некоторых районах почему-то не торопятся осваивать выделенные средства. Из-за этого срываются сроки строительства различных объектов. Вениамин Кондратьев предложил народным избранникам активнее следить за распределением денег и не бояться спрашивать об этом с чиновников на местах. Серьезная сумма у глав муниципальных образований снимается, у муниципалитетов, у глав, я бы сказал. Потому что на самом деле не смогли, не смогли их освоить. А почему не смогли? Болезнь роста такая есть. Денег пришло столько, что они никогда в жизни их не видели. А в результате, в результате мы ничего не получаем. Получаем обратный эффект. Мы заявляем, говорим, люди ждут, в том числе муниципальных образований. А потом муниципалитет также возвращает эту сумму в бюджет, продержав как минимум точно уже месяцев 7. Вот таких героев в кавычках и муниципалитеты, и в крае. Это надо сдать в лицо. Кто-то заявил еще с подчеркнув, ничего не сделал. И не должны, может быть, они в следующий раз уже ничего делать. Поэтому, коллеги, активней в процессе контроля, в том числе за реализацией программ, за использование денежных средств с муниципальными образований. В процессе именно подготовки, в том числе к сессии или работы, обостряйте эти вопросы, обостряйте. И проблем станет меньше. Чем больше мы будем взаимодействовать, в точече с точки зрения контроля за качеством использования бюджетных средств, тем на самом деле они качественнее будут использоваться. Первая после летних каникул парламентская сессия оказалась продуктивной. Депутаты рассмотрели больше 70 вопросов. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». И касается ли это сочинцев? В нашем благодатном крае ряд мер социальной поддержки направлены на поддержку людей пожилого возраста. Это меры, касающиеся оплаты за жилищно-коммунальные услуги и какая-то там материальная поддержка ежемесячного характера. В нашем благодатном Краснодарском крае ряд мер социальной поддержки направлены на годную категорию пожилых людей. Это и сокращение оплаты жилищно-коммунальных услуг, и ежемесячные выплаты. И что необходимо отметить, люди пожилого возраста у нас в активном таком профессиональном поле находятся. И это не только традиционно учителя и врачи, это любые производства, где пожилые люди с опытом, пожилые люди с такой очень хорошей нравственной жизненной позицией реализуют серьезные профессиональные проекты, помогают молодежи интегрироваться в профессиональную среду. Не могу назвать конкретные учреждения, потому что это могут принять за рекламу, но ряд санаториев города пропагандируют историю того, что прям создан костяк из пожилых сотрудников, которые являются советниками руководителей, которые знают историю города как здравницы. И правда их советы важные, нужные. На мой взгляд, не стоит смотреть на пенсионную реформу, только как на очень такую дискомфортную историю. Возможно, когда тебе 25, и тебе хочется уже прекратить работать через 10 лет, потому что какие-то другие жизненные интересы. И работа, хочется, чтобы она была фоном, а твои приключения были основной жизнью. Но стоит отметить, в моем опыте работы многолетним с пожилыми людьми, с сообществом ветеранов, им важно быть востребованными, они хотят работать, они сами очень часто нам говорят о том, что мы готовы еще какую-то лекцию дополнительную провести в образовательных учреждениях. То есть к определенному возрасту для человека самореализация становится таким жизненной и позитивной доминантой. И это вполне существует, и об этом тоже можно и нужно говорить, на мой взгляд. А не только относиться к пенсионной реформе как к чему-то неприятному, нехорошему и страшному. Ну и, соответственно, поддержка наших пенсионеров идет по всем фронтам, судя по тому, что вы рассказали. На пенсии, как говорится, жизнь только начинается, тем более в нашем крае работает масса программ для пенсионеров. И помимо того, что стоит задача оздоровления людей серебряного возраста, есть ли у нас программы, нацеленные на их образование? Для нас в рамках программы активного долголетия важно вселить уверенность пожилое поколение, что интернет и компьютер – это не какое-то супертехническое сложное существо, с которым придется очень долго разбираться. Что сегодня это достаточно простая технология, которая позволяет найти друзей совсем в других городах и общаться с ними путем скайп-сессии, переписки в одноклассниках или в каких-то других социальных сетях. Нам хочется, и мы понимаем, как это должно быть организовано, чтобы пожилые люди стали частью интернет-сообщества, которые открывают очень много возможностей и для презентации себя, и для самореализации, и для включения в жизнь проектов людей пожилого возраста, и поиска друзей, которые живут, может быть, очень далеко и не всегда возможно там увидеться, приехать. А льготные программы по оздоровлению наших пенсионеров существуют в Краснодарском крае? Я имею в виду, могут ли они себе позволить отдохнуть, но не именно в Сочи, а в том же Горячем Ключе или Анапе? Фонд социального страхования Краснодарского края предоставляет такую возможность. Я не могу сказать, что она довольно-таки частая. Да, есть определенная очередность, но все здравницы края включены, конечно, в социальный проект по оздоровлению пожилых людей. И имея определенные льготы, связанные с инвалидностью, связанные со статусом ветерана труда, с другими льготными категориями, дают основание обратиться в фонд социального страхования и получить путевку раз в два года. И можно выбрать город на территории Краснодарского края. Это и Сочи, и Геленджик, и Анапа, и Новороссийск. И да, наш край в этом отношении успешный и благодатный, просто вот такой с климатической точки зрения, что и море, и горы, и солнце, и вот такие инфраструктурные, хорошие санаторные проекты созданы. Хочу отметить, что санатории города Сочи активно идут нам навстречу, и в канун 9 мая мы оздоравливаем, согласно медицинским показаниям, и ветеранов, и инвалидов Великой Отечественной войны, вдов участников Великой Отечественной войны, дружеников тыла. То есть мы находим абсолютное такое согласие с нашими санаторными учреждениями, и это такой опыт, который растиражирован на территории всего Краснодарского края. Вот и хорошо. Спасибо, Галина Александровна, за исчерпывающие ответы. Спасибо вам. Приглашайте. Всего доброго. Напомню гостем нашей программы. Сегодня была Галина Пушкарь, начальник управления социальной политики администрации города Сочи. На сегодня все. Будьте в курсе всех событий города Сочи. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин